Сменили статус. Один из домов по улице Энгельс раньше был общежитием, а потом стал многоквартирным. После этого у жильцов и обслуживающих организаций начались проблемы. Какие и почему, выясняла наша съемочная группа. Заплесневелые стены, прогнившие рамы, разбитая плитка. Что такое ремонт, этот дом либо не помнит, либо не знает. А его жильцы давно забыли, что такое удобство. 11-12 лет тому назад подвал закрыли. Мы там раньше мылись. Мы сами генеральные уборки делали. Сами девочки по очереди мылись. Все чистили. Сейчас вы куда ходите? В баню или специально здесь где-то мыть? Естественно, в бане. И здесь приходится поласкиваться после работы. Ванной или душевой этот поддон назвать сложно. Его установили сами жители. В комнате, которая не предназначена для водных процедур. Отсюда и плесень на стенах. Чтобы такого не было, необходима гидроизоляция. А чтобы ее сделать, управляющей компании необходимо согласие собственников. Последнее собрание было жильцов 28 июля. Инициатором собрания выступала управляющая компания. По повестке собрания был всего лишь один вопрос. Утверждение видов работ по текущему ремонту. На собрание вышло 3 человека. Из максимально возможных здесь живут не меньше 400 человек на сегодняшний день. Холодношение жильцов и самовольное перестройство инженерных сетей. Мы не в силах все это контролировать на сегодняшний день. Если мы даже их ограничиваем, отрезаем, на завтрашний день они заново все подключают. Вот и получается замкнутый коммунальный круг. Жильцы не хотят, а управляющая компания не может. Из общежития в многоквартирный дом это здание превратилось почти 10 лет назад. Но кажется, что его обитатели до сих пор этого не понимают. В Чебоксарах домов, которые также сменили статус, почти 200. Основная работа проведена совместно с управляющими компаниями, совместно, где есть активные жильцы с администрациями района. Все-таки сумели убедить жильцов о необходимости выполнения таких работ. В основных массах данная проблема решена. На сегодняшний день осталось где-то 5-6 общежитий, где очень тяжело, с трудом продвигается. Дом номер 13 по улице Энгельса как раз тот случай, когда все в руках его жителей. Осталось только проявить инициативу или хотя бы сделать шаг навстречу коммунальщикам. Татьяна Леонтьева, Анастасия Лангина, Сергей Адушкин, Республика.